В Кургане создают программу развития коммунального хозяйства областного центра. Так доложил губернатору сети-менеджер Александр Якушев. По задумке городских властей, всей модернизацией будет заниматься управление архитектурой. Дано поручение по разработке и возможности заключения контракта. По данным работам заказчик подготовил проект постановления администрации города Кургана с утверждением технического задания по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Кургана. В настоящее время проект находится в стадии согласования. Однако Олег Богомолов раскритиковал краткий доклад Александра Якушева. По поручению президента, последний срок принятия комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городских округов и поселений – 1 сентября 2011 года. Сегодня 13 августа 2012 года. Александр Георгиевич. Олег Алексеевич, нам липу не хотелось сделать, как делают. Мы в соседние регионы посмотрели, как это все делают. В соседних регионах все плохо. Нет, я не говорю. Мы могли такую программу сделать. Хочется программу сделать нормальную. Почему не делаете-то? Уже год прошел, срок, есть поручение президента. На сегодняшний день данная программа существует в 24 районах области Ишадринске. Отсутствует только в Кургане. Олег Богомолов распорядился усилить контроль за выполнением поручений президента. За их невыполнение предусмотрены строгие меры наказания. Читаю пункт первый поручений президента. Провести совместную проверку финансовых операций Елены Алексеевны, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса, за период с 2009 по 2011 год, принять процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации использовать процедуру отрешения глав муниципальных образований от должности удаления в отставку при выявлении фактов нарушения и неисполнения законодательства. В ближайшее время специалисты департаментов представят Олегу Богомолову доклады, в которых проанализируют причины срыва сроков реализации поручений президента. Юрий Пестерев, Сергей Абалмасов, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру.